Что ж, всем доброе утро! Мы начинаем смотреть за Dota, регион Юго-Восточная Азия в рамках ESL One Gainting. Сегодня мы посмотрим два полуфинала. Матчи уже, где остаются лишь четыре команды. Снова матчи на вылет. Сетка Single Elimination, ничего не изменилось. И первый матч TNC против команды GeekFam. Второй матч сегодня будет BoomID против команды ClutchGamers. Все эти матчи освещать будем мы, Force и Lex. Доброе утро, Force! Доброе утро, Lex! Ну что, поиграл матчмейкинг за вот эти вот часы, пока было изменение? Что скажешь? Какие у тебя мысли? Да, все по-старому, только морфа никто не берет. Ну, как я и говорил вчера, собственно. В моем матчмейкинге вообще никто не берет морфа. Не знаю, кому он там руинит. Мне и без морфа руинит нормально. Ну, на самом деле, я вчера разговаривал с командой по этому поводу. С ребятами, с которыми мы периодически играем. Они сказали, кстати говоря, что не считают, что морфа прям так убили. То он типа ситуативно будет залетать, что по-прежнему. Что он типа покупает линку и может... Ну, как бы нормальный игрок сможет вовремя там нажать перекачку. Я вот вчера тоже самое это говорил тебе, но потом я вижу вот этого Тайтхантера, который просто врывается в реведж. Да, и ты вроде нормальный игрок, и вроде у тебя уже ликеносфера есть. И чё дальше? Прикол морфа в том, что вот раньше он мог... Ну, то есть я вчера вот говорил о его там преимуществах, почему он стал таким хорошим. Но все вот эти вот преимущества его, когда он там может постоянно там перекачиваться. Что ему это конкретно давало? Это ему давало возможность играть нагло. То есть он может просто взять и пойти в соло там на 20-й минуте пушить Т3, если у тебя где-то спушены Т2 вышки. И ты можешь ничего с ним не сделать, потому что если у тебя там не очень, скажем так, хороший пик, морф там что-то побьет, побьет, и потом через перекачку за два вейформа от тебя просто убежит. Вот, ты ничего с этим не сможешь сделать. Сейчас как бы морф так точно делает. То есть он, во-первых, не может быть полностью перекачан там в ловкость. Потому что если вдруг он не успеет прожать перекачку, то он умрет. Во-вторых, ну он, да, не может вот прям так нагло играть из-за того, что не может быть постоянно перекачан. Из-за того, что он постоянно перекачан, он имеет высокий урон. И легко фармит и крипов, и нейтралов, и героев может зафармить. И адаптив страйк у него очень мощный. То есть его высокая ловкость обеспечивает ему вот такие вот возможности, да, когда он, например, если не брать, вот, кстати говоря, морф. Вот, кстати говоря, вот тут, кстати, морф может появиться. Вот, без шуток. У Гикфам, потому что у них антайн есть. Но, похоже, его просто некуда ставить. И тут, в общем-то, есть сайленсер, что не очень приятно. Ну, тем не менее, вот в таких пиках, да, когда вот у противника, например, нет героев, которые вот хорошо этого морфа контают. Это в данном случае это фантом лансер. Вот если бы не было бы фантом лансера, был бы какой-то другой керри, какой-нибудь лайфстилер, например. И вот у Гикфам есть антайн, можно было бы действительно пикнуть морфа, потому что на... Как-то там таланты поменяли он. Теперь на 20-м уровне, да, чтобы превращаться в тиммейтов. Он и был, по-моему, на 20-м. Вот, честно говоря, не помню. Да, по-моему, он и был на 20-м. Сейчас надо посмотреть. Там два таланта другими местами поменяли. Ну да, вот Морф Таргет Лайз ты на 20-м уровне прокачиваешь, да. И ты просто ставишь две тамбы, потом андайн еще где-то там может, ну, как бы впитать урон, умереть. Там третья тамба появится, но это вообще туши свет тогда. Три тамбы, которые очень тяжело убить. И вот очень тяжело бороться. Вот, например, в таком пике можно было бы морфа использовать. Но, опять-таки, да, если он и будет каким-то ситуативным, мне кажется, что настолько прям ситуативным, что... то мы его будем очень редко видеть. Ситуативный герой, это, знаешь, это вот... Это вот, например, Фантом Лансер, да. То есть он как бы хороший, но он все равно ведь ситуативный. Если соперник там пикнул Свена, например, а у тебя Ласт Вик, ты же, наверное, не станешь Фантом Лансера пикать, правильно? Ну или как-то так. Но в итоге все равно против Лансера есть Герокоптер. Появляется у TNC Медуза. Мы ее у TNC как раз-таки, по-моему, увидели вот буквально вчера. Угу. Кто остался? Деваврор есть? Есть Деваврор. Берите Деваврор. Есть Деваврор. Нет, тут 100% Деваврору надо брать, он против Омника хорошо работает. А, там, блин, Никса. Ай, какой он противный, этот Никс, он всегда так все портит. Зараза, а? Не знаю, тогда можно Герокоптеры, Дмит, и какого-нибудь... Можно Патмо, но Патмо мне не нравится как герой сейчас. Можно, в принципе, взять что-то такое агрессивное и попытаться спушить. Так, Нага появляется. Можно взять что-то просто агрессивное и попытаться спушить. Потому что Фантом Лансер плюс Медуза, сам понимаешь, это... Ну, пик, который фарм, вряд ли на карте найдет. Вот прям полностью. Все время кому-то фарма будет... Все время фарма кому-то будет не хватать, скорее всего. Либо Медуза, либо Фантом Лансера. Ну, скорее всего, Фантом Лансера, потому что Медуза фармит лучше. Как Нагой бороться с Медузой, я, честно говоря, не знаю. Ну, посмотрим. Получается, оффлейн, либо Тускар, либо Undying, да? У нас. Ну, там, скорее всего, Дабла будет. То есть Undying плюс Тускар. Да, Герокоптер Шаман поставят вдвоем. Прекрасно. Даже против Фомни Найта смогут доставить ему неприятностей. Нага, Нага. Как же, мы давно такую вот Нагу не видели. Честно говоря, даже не припомню, когда в последний раз такая вот Нага появлялась. Ну, там ее бафали немножко. Ну, да, ну. Ну, там по параметрам, ну, там, я уже не помню по каким конкретным, но там точно что-то бафали, там. КД каким-то уменьшали, там, статов добавляли немного. Там точно что-то было. В последних патчах. Ну, вот и как-то перед каким-то турниром европейским, не помню, то ли перед мажором, он попался как-то с Кейпи, он пикнул Нагу. Я у него спросил, ты что, типа, тренируешь Нагу? Он говорит, ну, да, типа, хочу поиграть. Ну, мы проиграли с 20 минут. Ну, он и дальше пошел играть где-то. Ну, больше-больше он, похоже, не играл на Наге. Ну, это был саппорт Нага. Кейпи же, как бы, он в саппортах играет, правильно? Я ничего не путаю. Не-не, Кейпи и Кейпи на оффлайне ведь. Кейпи на оффлайне играет? В той игре он играл на саппорт. Не знаю, что он там играл. Та самая Нага оффлайне от Фанника, вспоминающая далекие тысячи, наверное, четырнадцатых. Ну, ладно, тут Нага Соло Мид. Будет любопытно за этим посмотреть. Нага Соло Мид против Медузы Соло Мид. Две скользких рыбы на центре. Кстати, а ты ставил ландшафт зимний? Ах, я что, идиот? Ну, блин, скоро Новый год, создай зрителям новогоднее настроение. Ну, что-то тебе сложно, что-ли? Я не буду ничего делать. Сегодня пупка вышел новый, можете заходить. Вот так. Новогоднее настроение, проверяй. А ты поставил, да, как я понял? Не-не-не, ну, просто я зашел, увидел, типа, зимний ландшафт. Ну, надо посмотреть. Да, я вспомню, как снег шел, это было так ужасно. Не знаю, я мыслю, где. В реал лайфе? Не-не-не. Не, помнишь, в доте и снег, и дождь, и ураган, там же много погод добавляли. А, да-да-да-да-да-да. Не, это понятно, что не нужно, но зимний ландшафт, ну, как бы, когда ты смотришь, доту зимний ландшафт может еще более-менее приемлемый. Потому что, ну, вот этот рыбный ландшафт, который был, типа, морской, там, ну, типа, такой, как бы, как сказать, пол, что ли, или текстуры, вот, пола, по которому герои ползают, они немного отвлекали. То есть, там, какие-то дырки, там, решетки. Ну, вроде бы смотрелось прикольно, но не знаю. Смотреть игру конкретно, вот, следить за действиями было сложно. А зимний ландшафт, может, он просто... Посмотрим, на следующей карте я подрублю. Посмотрим, как он выглядит. Сразу прям, по факту. Комайч сразу начал душить Сайлансера. Ну, у меня это, как я помню, изрядно пофиксили. По крайней мере, вот его раньше Purification изменили, там, на сотню. Но с этим талантом на 20-м уровне, конечно, в голос. Стриман, реген. Потроллили, да, немножечко, Valve, комьюнити. Могли бы его полностью как-то переработать, чтобы уже был выбор. А что же взять на 20-м? Ну, да, 3 мана регена на 20-м уровне, это смешно просто. Кто возьмет 3 мана регена на 20-м уровне? Ну, то есть, по ней сделали 5 мана регена, а не 4, то есть, еще ладно, выкать как-то и то. Но они ведь уменьшили количество. Ну, это да, это странно. На центре пока нагу прессингуют здесь. И Никс Ассасин. Не, ну подожди, Омника же надо пофиксить. А, ну, все, все. Как бы понерфить надо, но понерфить меньше. Тогда вопросов нет. Пока очень спокойное начало по всем линиям. Никто толком не пытается убивать. На топе Undying и Туз Кламстеры вообще никак не убьют, на самом деле. Если он сам не ошибется, очень мало у него вариантов тут погибнуть. Станов нормальных нет. Какого-то бюрста тоже нет. Поэтому, мне кажется, вот первые как раз-таки минут 5, они будут достаточно, так сказать, спокойно и даже отчасти скучно. То есть, просто будет фармежка идти. Никс уже начинает делать стаки, понимая, что это самое полезное, что он может делать. И, в общем, это правильно делает. Медуза все это, как мы помним, очень быстро подфармит, там, в минуте 10. Да. Да, так и есть. Так и это хорошо. Но Нагу тяжело убить, у нее много армора. Да, Медуза, тем более, сама прекрасно справляется с Нагой на миде. Максимально динает, максимально ласкитит. То есть, тут у Медузы никаких проблем на центре не будет. Не будет. Не должно быть, по крайней мере. То есть, Тимсу даже не обязательно сюда приходить. Что-то вот подстакал, пришел, начал бить иллюзии. Он ведь еще частично экспо отнимает, и Медузы. Сайлансер, курьера. Ах, замахнулся уже, но немножко не хватило. Получил три удара. Он так сейчас может ферстблат? Нет, никто сейфтепы не хочет сделать. Сейфтепы никто делать не хочет. Там просто лансер стоит убить. А сейчас могут задайвить. Смотри, смотри, что они хотят. Они хотят убить всех крипов и задайвить за курьером, но курьер идет в другую сторону. Тем временем в топе умирает фантом лансер. Опа. Слушай, убивают. И при том безразмена, что самое смешное, понимаешь, не смогут никак наказать. Потому что были заняты на топе ребята. Все-таки они сделали фб, да там лансер до конца. Пытался убегать. Там вплоть до того, что уже за башню зашел. Но даже за ним пошли. На центре нагу прессингуют. Нага без маны. Никс просто здесь поселился. Маноберн по кулдауну. И все прекрасно у него. Так еще и, слушай, его убьют. Нага, конечно, очень много брони. Главное попасть под копом. Под коп есть. Все. Сегодня Тимс попадает. Сегодня Тимс попадает. Да, я тоже хотел об этом сказать. Сегодня Тимс попадает. Так, ребят. Всех развел просто. Но только Медуза делает убийство, что очень приятно. Undying делает телепорт на мид. Немножко поздновато. Но Тимс, слушай, не успевает уйти. Как видишь, не поздновато. Да, успел. Сулрип, Декей. Все оказалось под рукой. Но все равно. Раз мне неудачный. Медуза делает убийство. Нага в таверне. И Медуза продолжает на центре фармить. Стаке идет снова делать сайленсер. Должен успеть. 1, 4, 3, 7. Да, там и в другом месте Медуза сама стакает. При этом это все прекрасно видит Undying. Надо будет контестить с Герокоптером. Герокоптер сейчас находится на фрифарме. Судя по кластхитам, значит, что у него появится ранний момчик, ранний левел хороший. И надо будет стаке у Медузы попытаться отнять каким-то образом, куда сейчас приходят к Герокоптеру на лайн сайленсер и Никс. Проблемки у Шедоу Шамана. Шедоу Шаман может форкет хотя бы дать перед смертью. Так еще Герокоптер пытаются убить. Его, конечно, убить будет потруднее. Хотя прификейшн 2 уже готов. Замыгление есть. И... Слушай, да. Тут стики использованы. Фласка есть. Надо это все нажимать. Фласку сбили. Сайленсер, ой, танкует как неудачно-то. И сайленсер погибает. Герокоптер все еще живой. Связка на Никс и Сассин. Никс и Сассин есть подкоп. Он его дает. Рейндропы сбивают Тимсу. Тимс от башни погибнет. Слишком много урона. Слишком мало брони. Ну, все равно более-менее. Более-менее нормально. Герокоптер даблкил получил, как бы. Мне кажется, размен отвратительный это получился. Они убили Шамана, а в размен на Никса и... Сайленсер, да? А, стоп. Они Герокоптера же не убили. Они не убили Герокоптер, да. Все-все-все-все, да. Я просто подумал, что они Герокоптера убили. Он с ТП вернулся. Это Сайленсер вернулся. Все правильно. Просто они немножечко невнимателен я. Герокоптер получает очень крутой буст. Быстренько на базу уходил. Мы вчера уже с тобой видели, каково это играть против Медузы без особого контрпика к ней. Вот у Рейзиант никакого контрпика к Медузе нет. Ну, я не знаю. Может быть, Нага является каким-то контрпиком, но я, честно говоря, слабо себе представляю. Как это вообще? Че он такого делает? Тифуза покупает? Ну, ладно. Может, конечно, не тифуза. На топе Лансер один. Чуть и не убивает узко, но... Сейчас, возможно, погибнет и сам Undying. Силы навырвал очень много. Залетает шарды. Шарды крутые. Копье уже до конца воюет. Лансер. Диздекей через секунду. Декей. Пока не кастуется. И черт его знает, а вот этот Сноубол он оказался полезным или нет. Так бы Undying просто шел вперед. Если бы он скастанул этот Сноубол в Лансера, то, может быть, убили бы. Хватило бы дэмэджа от Сноубол, там все-таки второго уровня. Параллельно Герокоптера снова убьют, и, видимо, снова не убьют. Он с Брейсером уже в этот раз, и намного плотнее. У него почти тысяча хп изначально, и убить его непросто. Шаман делает телепорт, и втроем, втроем не смогли убить. Может быть, если был бы саппорт не Силенсер, а какой-то другой, любой. Там энд Штопариш, например. Все было бы немножко попроще. Силенсер, конечно, импакт особо для таких убийств не дает. Но он нормальный дэмэдж у Силенсера. Он для таких вот каких-то, не для гангов хорош, а каких-то вот, знаешь, драк затяжных на начальной стадии, когда ошибается 14-37, умирает он. А ракета долетит? А, нет. А, все, вопросов нет. Мы про умни на это забыли совсем. Я думаю, что он просто не успеет дотянуться, что он где-то там далеко находится, но он успел побежать до спирификацион. Стакает как раз курсой еще 14-37. Там крипы замешкались почему-то и не выбежали. Большой голем один застрял или маленький голем застрял. В общем, кто-то там из големов подзастрял и стакнуть не вышло. Но при этом сами Тимси стаки уже как минимум блочат. Уже один стак заблочен Тимсом. Может быть, Нага пропалил вот эти вот передвижения, но все, стак уже для гирокоптера вот этот закрыт на ближайшее время. Строго страны, никто даже гирокоптер стакать и не пытается пока. Это знают, что гирокоптер может чужие стаки забрать. Зачем ему стакать? Ну, да, да. Возможно, в этом есть логика. Но я думаю, что как только медуза поймет, что может, хотя прокачка не совсем пока тасс, сплитшот только в один прокачан. Ну, посмотрим, да. То есть нам на 11 уровне где-то можно будет зафармить. То есть надо талант на дэмэдж взять и сплитшот подкачать как следует. Это иллюзию испепеляют. Тимс еще и в невидимости. Пока вендетра, разумеется, нет. Ну, а на топе Лансер справляется с туском. Один против двоих, если что. То есть вот такая вот дабла. На центре Маноберн. Ну, и Тимс уходит просто назад. Приходит сюда, что шаманы. Уже драться желания нет. Руна дд для медузы. Ну, опять же, сплитшот в один. Вот с этой руной бы еще какой-то умом было бы. Было бы идеально пофармить. Что, попытается? Он хочет попробовать, да. Ну, он оставляет, оставляет вроде как мидл для никс-эссасина. Здесь, ну, трудно. Он будет долго очень фармить сплитшот в один-то. Там еще крипы такие, которые хп реген дают. Их надо в первую очередь убить. Ну, может он их дофармит и забьет или будет? Нет, все-таки до конца похоже будет. Поддастся с крипами. Не, ну, ради бога, никсу тоже важный левел получит. Ну, тут смоук, смотри. Момент-то прочитан. На варде-то медуза палила, что она вот такие вот. Маршрутом шла. И... Стоунгейза нет, понятное дело. Кулдаун. Прилетает Морбид Маска. Воюет уже медуза до конца. Оставляет самых вкусных крипов. Один голем уходит. Второй голем уйдет. И громозавр тоже, если что, отлетит. Нет, ребят, не хотят добивать. Нет, не хотят. Хм. Окей. Перемещается в топ сейчас. Да, не забываем, что кроме медузы такого сильного керри, так еще и лансер фармит. И фармит достаточно хорошо. То есть по крипстатам у ребят все круто, что на лансере, что на медузе. Это топовые нетворсы, при том там разница на шесть сотен минимум есть. Что у Наги? Нага, Аквила, Рейндроп. Ну и дальше Рейдер. Стандартный, в общем, вариант развития. Наги, ничего нового. Хотят просто засплитпушить медузы. Я вот, честно говоря, ни разу не видел такого, но... Если гигфам хотят, то... Наверное, так может получиться. Я подумал, что может быть как-то Нага через диффуза потом соберется и будет иллюзиями и диффузами медузу стараться убивать, но... Просто иллюзии у Наги достаточно долгая кулдауница. Не как у Тирарблейда, можно постоянно иллюзии спамить. Или как у Лансера у какого-то, да? Если она иллюзии сольет, а ульт медузы, то будет печально. Попался шаман. Шамана проблемы. Ну, целепорт моментально защитный. Будет контратака, возможно. Хотя нет маны у шамана на связку. Плохие шарды, плохие шарды были использованы. Но за счет сноубола вроде бы как реабилитируется здесь тускар. Но есть стики. Копье до конца уже шел. Понимал, что уйти не получится и погибает Лансер. Сейв ТП для Лансера нет. То есть тут летят постоянно, а вот Лансер никто не помогает. Внизу ребята заняты, а они пушат. Активно. Герокоптер просто прячется. Он только сюда на телепорте пришел и ничего сделать пока не может. Подождет момент и выйдет. Попытается пофармить здесь всех крипов. Омник, Брейсер, Фейзе, уровень 8. Профикейшн уже в 4. Аура в 3. Репел только в 1. Ну, в общем, понятно. Ну и Медуза покупает Мом. Сплитшот в 3. Таланта, правда, пока нет. Находит Герокоптер снова, но 1040 кп. Барабаны. Маджик Вент. Не знаю, не знаю. Он дает кулдаун под себя. Репел дает Омни. Идет до конца. Никс дает подкоп. Не точная ошибка. Под Тамбой драться очень опасно. Сайленсер начинает бить просто Тамбу. Но Герокоптера все же убили. Тамба вообще должна быть разрушена. Сайленсер просто до конца идет. Он все равно получил бы очень много денег за нее, если бы даже добил. Но не добивает. Ну, он добивает Омник, в конце концов. Ну да, Омник получает нормальную прибавку к зарплате. Просто отходит. Ну, в целом... Нормально. В целом неплохо, да. Двух саппортов на Герокоптера. Тамбу убили, Герокоптера убили. Хорошо. И Медуза все это время еще и фармит стаки. То есть свободно, понимая, что к ней никто не придет. Не берет талант на 10-ом. Прокачивает сплитшот. И вот с Масков Меден спокойненько стаки забирает. Здесь уже даже и без дабл дэмэджа можно. Ну, хорошо. Хорошо. Все пока... Мне кажется, складывает. То есть пока Тинси довольна тем, что происходит на карте. Я думаю, вполне их устраивает. Они видят, что фармит Нага. Не думаю, что не волнуется по этому поводу. Сайленсер умирает в топе от Оскара. Там. Без шансов, да. Кстати, у нас будет такой серьезный молодой человек. Собирается купить себе ШБ. Старый добрый Тускар. Он, кстати, очень больно бьет, если выходит из ШБ. Так, а тут тупаут. Подкопчик. Оп. Хорошо. Не стал атаковать из Вендетты Тимс. Правильно сделал. Сразу же нажал стан. Ну и все. Ой-ой-ой. Закрылся вроде хорошо, но он мне найти все равно бить мог. На центре. Топорый кд был, да. Убили Медузу. Поставили там бул. Дали кулдаун. И Медуза выжать не смогла. Вон там слишком сильные дизейблы. И Хекс. И Шекласс. Ну пока щит маны вкачан очень слабо. То есть он не так сильно впитывает, как хотелось бы. Ну и плюс маны не такой уж большой запас у Медузы, если на нее напасть. И действительно можно убить. С такими сильными персонажами. Как Геррокоптеру, которого очень много дэмэджа. Смоук нажимаю. Дайр. Сейчас надо переагрить. Ой-ой-ой. Тут уже похоже не подерешься. Стоят варды. Сейчас Медуза пролетит. По факту можно их быстро зафармить. Все варды. Ага, подходит Омник. Ну такое, такое. Как-то они вот варды поставили и просто отошли назад. Испугались. И варды отдают. Это много денег. Мне кажется мага ей как-то вышку по крайней мере попушит. Что-то странно. Как-то шаман воткнул варды. Прямо сразу надо было, наверное, на следующую пачку. Дождаться придет сюда, кто-то не придет. Ну смог, по крайней мере, Тинси потратили зря. Все не хотели куда-то выбежать, куда-то повардить. Судя по всему. Но у них ничего не вышло. Никс дает информацию, что тут есть Геррокоптер. Правда такая позиция, что на него выходить вообще больше никто не хочет. Тут и Шрайн, тут и команда рядом. Сентри поставили Никс Асасина. Заметили. Сейчас главное шаманчик, чтобы сюда подошел беспалевно. Но Никс уже, видимо, отойдет. Виндетта заканчивается. Ему нет смысла находиться здесь дальше. Ставит свой вард. По-моему, это Геррокоптер прочитал. Он так прям помигал на эту точку. Ну, шамана, есть сентри? Посмотрим, прочитал или нет. Но, по всей видимости, все-таки нет. Да. Немного не туда. То есть вард такой не самый стандартный. Получился не просто на возвышенность, а чуть ниже. И здесь он будет стоять. Информацию дает достаточно неплохую. По фарму леса, по передвижению на топ. И даже по передвижению на баунти руну. Выход на Омни Найта. Но Омни Найт не та цель. Ну, Наги тоже спейс даем. Будем честны. То есть, Нага 3.300. Хорошо фармит. 14 минут. То есть, Сакрит уже не за горами. С другой стороны, здесь плюс один будет. И можно убить Нагу. Нага, да. Подкоп. Рендроп сбили. Копье прилетело. Глобал хороший. Чтобы Нага свой слеп не использовала. Все четко. Возможно, будет драка параллельно. Прямо сейчас. Омни Найт под репелом. Здесь был выход от Герокоптера Тузка и Андайинга. Но неудачно. Да еще и Шамана. Четыре игрока были в лесу. Дайер. Но результата никакого нет. Лансер покупает себе уже Дефюзл Блэйд. ПТ уровень 13. Все слишком круто. Мы говорили про то, как Нага. И можно попытаться там законтрить Медузу. О том, что это может быть сложно. Но мы забываем, что есть еще Фантом Лансер в пике. ТНС. Который, в общем-то, тоже фармит. Который тоже находит золото на карте. Как бы это странно не было. И против Герокоптера, в принципе... Ой, против Лансера, в принципе, может быть хорош Герокоптер. Но Герокоптер не фармит так много, как Лансер. Периодически умирает. О, у меня появляется Худ. Отличный выбор против Герокоптера. Да и против Шамана. Хватает на магических способностей. Ну и пока снова затишье. Разумеется, выгодно это для тех, для других. Наги дофармит свой Радиенс. Оу. ТНС там вырисовывается потихонечку. И Медуза с полным комплектом. И Лансер. Который уже там докупает себя потихонечку Яшу. А там Эмота стояла не за горами. И вижу Смоук. Смоук от команды Гигфам. Внизу Лансер. Он настоящий. Теперь вопрос его найти. И убить. Ставится там Бау. Доппелгангер. Лансер. Все. Нет иллюзий. Разводят. Разводят. Но недолго это продолжается. Хекс дан. Ребята понимают, что раз Хекс используется, значит это настоящий. И Лансера убивают. Сам играл очень нагло. Дерзко стоял внизу. Вижена у него толком не было. Но зато на топе у меня на это пространство. Тут катапульта. Два ранж-крипа. Огромное количество мили-крипов. И можно спокойно идти. И дело-дело. Тимс на сентре. Получает Хекс. Связка. Панча правда нет. Обидно. Без панча наверное не убить. Карапасы. Хороший сноубол. Подходать не получается. Но и Нага подходит своим рептайдом. Через иллюзии делает убийство. Все. Уже есть Сакрит. И до рецепта остается не так уж и много. Денег дофармить. Хюрикен Пайк у Медузы. Отличный выбор против тех же самых шардов. От того чтобы уходить от кулдауна. Того же герокоптера. От сноубола можно будет быстро как-то уходить. В случае опасности. В принципе артефакт хороший. И вот вчера как раз посмотрел видео Ярика на тему изменений нового патча. Где он рассказывал как понерфили Медузу косвенно там подрезав все артефакты. Там подрезали Мом, подрезали Пику, подрезали Бабочку. Что-то там подрезали Линку, да. И все эти артефакты якобы покупает Медуза. Поэтому она становится намного слабее. Но мы видим то, что ее продолжают пикать. И вроде бы как все пока в порядке у Медузы с винрейтом на этом турнире. После патча убивает сейчас Тускара. То есть размина у нас Тайлансерон на Тускара. Хардлайнер на саппорта. Вылетает еще Лансер с диффузами. И моментально убивает Танбай. Так это и плюс Танбай, и плюс Тандаинга. Это много денег. То есть 372 плюс 200. Итого почти 600 получают Медузу вместе с Лансером. Нормальная такая. Просто помощь от Тандаинга. 5000 ведут на данный момент ТНС. Вот видишь, тут у нас прокачивает Медуза Монастил. Ну и давит по всем линиям, посмотрите. На топе там Лансером и Найт. На центре Медуза вместе с Никс Ассасином. Сайлансер только воскрес, поэтому просто сделал телепорт. Ну и пока не готов отвечать. Герокоптер. Ого! Вот это интересно, это и закуп у него. Ну, я думаю, что... Всё понятно. Вот так, значит. Я помню, это было, по-моему, на квалификациях к НТУ, да? Когда там Пайкат покупал вот это вот... На квалификациях к Киев Мейджору. А, Киев Мейджору, да. Это было просто нереальное что-то непонятное. Нет, это ещё как раз понятно. Посмотрим, как этот Герокоптер будет играть. Медуза ультует. Разбегается в разные стороны. О, кстати, хороший контрпик, да? Стоунгейз. Сразу же слип. И поехали. Кулдаун ставится там банок. И рекомбайк Медонли отходят назад. Под репелом начинает бить на развороте. Но Лансера убили. И Медуза стоит соодна против всех. Попытка сделать телепорт. Но тут, конечно, сделать телепорт очень трудно. Слишком много контроля. И Медуза очень долго живёт. Но ракета и Заршок своё дело делают. Минус 4. Да, слип Наги. Он прям решает. Надо как-то всё это сочетать прям идеально под глобал. И желательно за глобал Нагу как-то убивать. По поводу Гирокоптера с Аганимом. Если Гирокоптер покупает Аганим и Молнии, это в принципе ещё работает. Просто я помню какой-то турнир комментировал. И Гирокоптер там купил себе просто... Это как раз, по-моему, Велидан играл. Гирокоптер просто купил себе Аганим. И даже не стал покупать Молнии. То есть вот он просто купил себе Аганим. Зачем? Для чего? Это же дополнительная тычка. Она как раз работает со всякими модификаторами атаки. В этом её прикол и есть. То есть ты как бы даёшь дополнительную тычку, которая ещё может прокнуть Молнии. Как вот частично талант у Медузы на 25 уровне. Только ты получаешь не 3 дополнительных стрелы, а 1 тычку раз в какое-то время. В 1,1 секунду или как-то так, я уже не помню. Надо будет посмотреть, когда... Да, вот видишь, он Молнии собрался покупать. Да, каждую 1,1 секунды. Вот. И с Молниями это будет нормально смотреться. А если ты Молнии не покупаешь, тогда Аганим на Гирокоптере вообще не надо брать. То есть ты либо берёшь Аганим в совокупности с Молниями, либо не берёшь его вообще. Так ещё, ладно. Так ещё может что-то получится. Дали преимущество почти всё ТНС. Понимаешь, что надо снова постакать. И снова пофармить. Преимущество это восстановить. А Лансеру докупить манту Стайл в идеале. А Медуза там уже тоже и близится к покупке Молний. А тут Смоук. Побежали ребята на топ. Правда на топе не самая подходящая цель. Это Умни Найт. Репел телепорт нажмёт. Это ничего сделать не можешь. Берёт себе талант на 90 к урону. Стандартно Умни Найт по талантам ничего. Необычного нет. На, ну тусик Shadow Blade. Вот тогда шанс. Успеет ли? Успеет ли? Успеет ли? Нет, всё. Есть Глобал. Но от Глобала вообще проку нет. Я бы даже сказал, что это плохой Глобал. Кто-то сейчас Сайленсер погибнет. Глобала в драке будущей не будет. И по факту могут попытаться сейчас пойти к Гигфа. Может быть на Рошана. Может быть на Т2 по топу. Надо как-то действовать. Без Глобала очень трудно будет драться. На Тусик уже к Рошану подходит. Говорит, парни, у меня есть Блайт Стоун. Минус Армор. ДД появляется. Вот это классическое ДД под Рошана. Которое как бы намекает. И ставятся Змейки. Ставятся Шарды. Рошан не может двигаться. Не может бить. Ха. Очень прикольно сделано. Еще и Панч. Еще и Сноубол. Ну и Рошан падет. Не успевают сюда. И даже не планируют смещаться ТНС. Вот так все меняется буквально за 3 минуты игры. Только что вроде как у ТНС все было круто. Они вели, но... Все меняется. Сайленсер много физит. Очень трудно ему двигаться по карте. Особенно против такого Тузка сейчас. Там он просто убивает. Он с Панча Шардов. И Шедоу Блейда. Еще и Сноубол Дэмэдж плюс 150. Ох, как же Буц. Я на Свероу больно. И фарма ведь нет абсолютно. То есть... Кроме урны ничего и нет. Ждем 20 уровень у Медузы. Скорее всего. Медуза, кстати, не постеснялась купить молнии против иллюзий. Постоянно их убивать ультом ты не сможешь. Аганим посчитал нецелесообразным. Ку-ку. И решил играть через молнии. Ну, в общем-то, правильно. Тимс на сентре. Получает Хекс. Глобала еще не от 23 секунды. И в итоге это минус 1. А может быть и минус 2. Репел в последний момент вешается на сенсор. Но нет, Репел зато на Медузе. Это ребята пытаются использовать. Медуза толкает себе Херекен Пайком. Пытается уйти. Там бастает такой позиции, где сломать ее очень трудно. Ее просто не видно. И надо отсюда просто уходить. Пока есть возможность. В то время как спокойно могут идти гигфам. В таком случае на Т2. Забирать здесь башню. Они это делают, да. Все прекрасно. Еще и подставляется Медуза снова. Сноубол. Репел. Там пошла курса. Нет, мана у Медузы. Без мана драться вообще не стоит. Башня тем более уже упала. Драка ни за что будет. Молнии у Геррокоптера готовы. А Егис уровень 16. Пока все очень хорошо идет. После вот этого камбэка. И наконец-то докупает свой Дезолятор от Ускар. Ооо. Ну вот теперь да. Теперь есть отличный потенциал для убийства Рошана. У гигфам. Ланцер покупает манту, кстати говоря. Теперь он может спасаться от глобала. Через могу хотят загангать. Тусика. Но у Тусика есть. Есть. Доу Блейд. И не успевает им ударить. Зато сноубола нет. И может он же не успеет дать его. Мана не остается. Стики Туск даже нажать не успел бы. Даже если успел бы, все равно бы сноубол бы. Его не спас. Будет ответный пуш-то 2. Без Тусика драться желания особо-то и нет. И Тусика без байбека придется эту башню отдавать. Выбора нет. Можно как-то там эзершоком немножко отспамиться. Но на этом закончить. Нага сплитит топ. Там уже иллюзия подходит к Т3. Использован глиф. Ну и башня пала здесь. Что, дальше пойдут? Ну, зафорсят просто врага. А. Пока нет. Тускара, может быть, попытаются поломать враг. И так вестут. О, ну слушай, да, Андайенг ставит тамбу. Тамбу разрушить не получится. Репел висит. Геррокоптер засыпили. Геррокоптер получает очень много урона. Напоминает, там имеется Аегис. Поэтому они его убьют. Конечно, это круто. Хотя убивают Андайенга. Очень побито шаман. Есть лип. Есть лип. Андайенг выкупается. Ланстер не сможет добить шагу шамана. Тамбы уже нет. Да, то есть пошел кулдаун. Есть от Медузы Стоунгейз. Все очень удачно получается для команды Гигфа. Медуза бьет под Стоунгейзом, под Репелом. Ей на все наплевать. Приходит Нага в драку. Ставится Змея. Нага погибает. Змея сейчас просто зафармится за полсекунды. Туск тут бегает в Шидоу Блэд. И не понимает, кому ему вообще бить. Кого врываться. Погибать должен Андайенг. Андайенг падает. Панч есть. Погибает Никс Асасин. Ну и сейчас сам Туск, видимо, погибнет. У него нет Шидоу Блэйда. Он под замедлением. Шарды дает сам под себя. Но тут копье. Тут диффуза. Это минус 4. Там еще и байбэк был от Андайенга. Неудача получила, что Нага дала слип. А у Медузы остался Стоунгейз. И Омни Найт был жив. Репел Стоунгейз. И все. Падает ботом. Как же все меняется. Вот буквально за минуту. Только что вроде все как у Гигфам. Было хорошо. У них был Аегис. Они забрали Т2. Соперник боялся подходить к ним. И бац. Все. У тебя уже нет нижних бараков. Да. Враг просто дошел до твоего хайграунда. И ты ничего с этим не можешь поделать. Как оказывается. Он Нага слишком силен. Медуза слишком сильна. И вот только сейчас Медуза получает свой 20 уровень. Не прокачала пока она еще свой талант. Вот только сейчас берет. Сам, сам, есть. То есть в той драке у нее еще и мало маны было. Как бы. Ну, относительно мало маны. То есть там где-то 1000. 1008-1100 маны. Грубо говоря. Сейчас у нее 1900 маны. Я на то намекаю, что справиться с ней становится намного труднее. Ну, сейчас надо играть от сплитпуша. Вот ребята вроде Нагу пикнули. А Нага пытается драться. Нага пытается всегда быть в центре внимания. Должны как играть сейчас Гигфам? Они должны рассылать иллюзии по всей карте. И толкать, толкать, толкать линии. Не подпускать вражескую команду просто к своей базе. Вообще. Пока у Гирокоптера не появятся вещи. Пока у Наги не появятся вещи. Вот прям такие серьезные. Вот ей надо Диффуз купить. Ей надо купить, возможно, бабочку. Там Тараску какую-то. Вот как-то так. И тогда уже пытаться можно как-то там вступать в бой. Потому что вот конкретно сейчас против Медузы ты уже, ну, скорее всего, не подерешься. Только если как-то удачно напасть, может быть, зафокусить быстро одного из героев. Там хотя бы Сайленсера. Вот. И раскайтить удачно ульты Медузы и ульты Мни Найта через Сон Наги. Вот в противном случае я слабо себе представляю. Как можно вот против такого пика лоб в лоб подраться. Надо заставлять соперника растягиваться по карте. Целать иллюзии. И толкать линии. И давать ему возможность подходить. Тогда можно будет и вступить в какую-то неравную битву, да, там, скажем, со своим соперником. Ну, то есть, неравную для своего соперника, естественно. Потому что вы будете в пятером, а кто-то из героев оппонента пойдет, например, дефать Т3. Ну, какой-нибудь там Лансер, допустим, улетит. И вы там как-нибудь расправитесь. Расправитесь уже с одной Медузой. Скоро 20 уровень Лансера. Там тоже неплохие таланты имеются. И готовится приобретение Тараски Лансером. Бабочку он не хочет. Бабочку, наверное, тут действительно покупать пока не стоит. Слишком много нюков. И вот этот вот Radiance, Riptide, плюс Герокоптер со своим агонимом и молниями. То есть, это все магический урон. От этого бабочка особо так не спасает. То есть, там молнии прокают, тебя все равно задевают. Поэтому, если у соперника много урона, который никак не блочится мясами, скажем так, то Тараска это лучший вариант. Тараска или Скади. Скади это нечто промежуточное между бабочкой и Тараской. Бабочка исключительно атакующий итем. Ну так, можно сказать, да, что ты там с мясами можешь дальше задавить, сильнее атаковать. Тараска это защитный итем, чтобы впитывать больше. А Скади это такой полузащитный полуатакующий итем, который позволяет ей нападать. И вроде бы и статов много дает, хпшки. Ману, ловкость. Приятная, в общем, штука. Ну, тут Ланцер у нас решил все-таки с Тараски начать. Ну, это правильно. Мне тоже нравится Тараска в этой ситуации. И вот подошли к хайграунду. Где-то опять не доиграла Нага. Не проклипскипила, скажем так. Ну, а теперь поздно. А теперь Медуза под репелом вам ломает вышку. И вы ничего не можете с этим поделать. Сетка моментальная. Here you can pike out. Очень грамотно ребята играют. Репел пока в колдаун 3 секунды. Я думаю, его дождутся. И снова заход будет. Да, и в данный момент Нага не сплитит вообще. То есть Мид, Ботом, Иллюзия. Не отправляются вовсе. Решили татьяну Шрайн, да. Совсем забыли про него. Можно побить. Да и тем более Ланцера, так ты уже почти с деньгами на Тараску. Все, Шрайн сейчас дофармит. И Тараска готова. Покупаешь ее в секрет-шопе. И все. Можно заходить. Отправляют Нага Иллюзии по линиям. Т-3 башня стоит буквально на 230 хп. Ну и вот заход от Медузы. Снова репел. Т-3 башня падает. Подходит еще и Ланцер. Т-3 башни больше нет. Репел, правда, вот тут закончится. Надо быть поаккуратнее. Хекс на Ланцера повесили. Продолжения никакого нет. Падает рейндж-барак. Неужели просто будут стоять и смотреть? Но это все, ребята. Потому что Барак-то уже падает и второй. А это все-таки уже Милли Барак. Выходит Андайн, закидывает свои способности. Герокоптер погибает просто от Ланцера, от Иллюзий. Делает вообще ничего. Как будто ребята уже сдались. Нага слип, но Медуза под репелом. Медуза еще с Тостонгейзом. Очень плохо. Там Глобал моментально может дать. Смотрим. Глобал пока не дается. Просто начинает бить Туску. Выкупается Герокоптер. Туску уходит в Сноубол. Глобал все еще доступен. И Тимс пока отходит просто на безопасное расстояние, что он поможет дистанционно. Начинает Медуза убить. Стоунгейз пошел. Стоунгейз работает на Герокоптеру. Гвардия Неджал. Глобал все еще не использован. Он даже не требуется в этой ситуации, что самое забавное. Погибает Андайн здесь. Появляется Тамба после его смерти. Его сейчас просто разрушат. Ну и уже буквально на фонтане стоят. Игроки команды Гекфам под последней, третьей стороной. Ну и видимо все близится к концу. Нага просто улетает на ботом, фармит и все. Командам пора привыкнуть, что если кто-то берет Никса, и у команды есть Ласт Пик, и у тебя нет хороших героев против Медузы, то против Медузы надо банить, банить. Ну вот никак по-другому не сыграешь ты. Вот вроде бы даже все было неплохо в какой-то момент, но вот просто Медуза доходит до хайграунда, с Умни Найтом, и ты уже в плохой позиции оказываешься. Не получилось сконтрить Нагой. Команда Гекфам ТНТ выигрывает на первой карте. Причем я бы даже сказал, что достаточно уверенно, хотя они проигрывали по фрагам, смогли найти фарм на карте для двух вот таких лейтовых персонажей, как Ланцер и Медуза. Это как-то даже немного странно видеть, но у ребят получилось. Да, фармили. Один фармил там много стака, второй просто все линии, но вот Нага как-то вот не получилось. Вроде хорошо, но фармил игрок на Наге. То есть 17 тысячный тварц, это первая позиция, там почти как у Лансера, по сути. Но реализацию Наги мы не увидели. То есть вот та самая Нага, которая мерзкая, противная, которая сплитит, не дайте зайти на хайграунд, ее вот здесь не показали. Конечно, трудно там тебе сплитить, когда в пятером идут игроки по одной линии.